Добрый день! Всем привет! Хочу представить вашему вниманию бой с проходящего турнира Westward Assault между представителем клана ВМ Патронусом, играет он за мерчию, и представителем клана Зил Хильвейшн Слеер Рубака, в общем, швейцарский Рубака. Играет он за королевство Ломбардию и интересный такой состав берет он. Я обратил вообще внимание, что он любит пехотный состав, либо просто что он играет ими, умеет ими играть хорошо. Ну, так или иначе, мы видим двух стрелков-лучники-новобранцы и один отряд застрельщиков-новобранцев. Два копья берет копейщики-новобранцы, четыре ломбарских топорника, три ломбарских пикинера, отличная кавалерия, и два ломбарских конника, генерал-конный тоже. Здесь мы на левом фланге видим мечников, и по центру мы видим четырех мечников Гастальда. Противостоит армия ему Патронуса, и взял Патронус отборных топорников, отборных раз-два, на флангах по два отборных топорника в количестве четырех, и топорники Фирда впереди, не боится ставить их вперед, хотя ударка у ломбардов-то очень хорошая. Итак, три топорника Фирда, и Тены, 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 Королевские Тены, три, два Тена и два Королевских Тена по центру. Четыре стрелка у Патронуса, и четыре вот этой вот дешевой, но в то же время замечательной конницы, использовать которую, в принципе, там можно против любой кавалерии, имеет она бонус против кавалерии. Ну и сближаются пока соперники. Очень плотное построение здесь, несмотря на то, что вот все-таки ломбардские пикинеры есть, и можно было бы чертжануть, конечно, по центру, сыпать эти топоры. Идет перестрелка взаимная, стреляют соперники, но на левом фланге попадают копейщики-новобранцы Слеера под топоры, но при этом обстреливаются, застреливающиеся новобранцы, это успели кинуть, убить несколько топорников, и отвечают ударом топоров. Топоры на топоры сходят отборные топорники против ломбардских топорников. Одновременно здесь чаржат кавалерии конниками своими, чаржат кавалерии ломбардов патронов ломбардских конников. Продолжается взаимный обстрел, но очень хорошее начало здесь, я так думаю, и у Слеера. Посмотрите, вроде бы и под обстрелом кавалерия, но он ошибка не умирает. Очень здорово вот он заводит на левом фланге. У него вот такое вот здесь вот небольшое преимущество образовалось, и топоры здесь вот у него прорываются. Очень грамотно стреляли у него настрельщики здесь во фланг. Здорово очень выводит ломбардских пикинеров. И да, цепляются здесь пикинеры не полностью чарж, но проходит на топоры в спину. Посмотрите, как здорово он действует. Ну и этим топорником уже все, как бы хана сейчас будет. Чаржат он здесь с темы щитов тенов ломбардскими пикинерами. Но вот сейчас вот, как бы, самый момент был бы, да, вот всем фронтам вот сюда вот, конечно, подойти и не давать возможности сопернику сосредоточить, подтянуть, как бы, свои основные силы здесь. Патронов понимает это, отходит. Посмотрите, как наращивает он здесь свое военное присутствие. Вот два приходят тена. И сейчас, я думаю, они начнут здесь все это дело разбирать. Не два уже, а четыре лучника окучивают этот левый фланг. В то время, как у него-то там, да, и отборные топорники все послевались. Два топора здесь были. И нету их уже больше три, трех топорников, как минимум, уже на этом фланге потерял патроны. И копейщики здесь новобранцы остаются уже никем не прикрыты. И застрельщики новобранцы отстрелялись. И неплохо, надо сказать, отстрелялись. Но почему-то отводит здесь свою кавалерию. Слэйер непонятно для чего. Умирают здесь остатки ломбарских топорников. Но уже просто без превосходящей силы фактически здесь. У патронуса вот эти вот четыре лука, они прям шквальным огнем выстреливают ломбарскую кавалерию, выстреливают ломбарских топорников. И пропускает здесь патронус чардж от ломбарских пикинеров. Причем очень болезненный чардж для топорников. Но пытается он их как-то вывести из-под удара и поддержать своей конницей. И тут уже бросает в бой он здесь на ломбарских этих пикинеров и топоров. И продолжает он их выводить, бросая свою кавалерию. Здесь Слэйер пытается поддержать ломбарскими топорниками атаку своих лансеров. Мечами здесь пытаются что-то легкими мечниками как-то застопорить и поддержать атаку конницы. Но от ломбарскими конниками то зря, конечно, он в топорников врезался. Хотя, в общем-то, урона не понесли. И урон неплохой. Не забывая такое ощущение, что про правый свой фланг, Слэйер, здесь луки потронутся, продолжают делать свое черное дело и отстреливают все, что только здесь вообще. Можно отстрелять. Гвардейцы Гастальда здесь уже дохнут. Ломбарский генерал. Да и застрелы здесь уже. Ничего себе не представляют, как и копейщики-новобранцы. Но топорами здесь, смотрите, проламывает на правом фланге патронуса Телевитиян Слэйер. Путь своим топорам. И, да, вот замечательно сейчас сюда поддержать. Но бегут эти топоры, какой-то недоконтроль, видать. Перестраивал он их, наверное. И выхватывают они в спину. Но выхватывают не сильно, поскольку здесь еще и ланцеры ломбарские очень сильно помогают своим топорникам. Я думаю, все-таки сейчас поумрет генерал, и это будет решающим моментом вообще в битве. Противник уничтожил целый отряд! Поскольку, посмотрите, войск-то у патронуса уже ошибкой не остается. 900 на 1100, 200 уже превосходство у Слэйера. Ну, я думаю, я уже второй раз комментирую бой со Слэйером. И я думаю, из него получится хороший игрок. Маленько наладить ему контроль за ситуацией вообще на поле. И все будет хорошо. Здесь остатки кавалерии. Мерсии сражаются с ломбарскими конниками, и под переподдержкой луков убивают они эту кавалерию. Стоит здесь королевская Сиита. Здесь королевские тены, да, королевские тены стоят. Почему-то идет здесь мечники Гастальда в стене. Ну да, в стене щитов идут, дабы ослабить как-то. Но посмотрите, как грамотно действует патронус. Он не торопится. Генерал им его жив. Моральный дух армии противника подпросил настолько, что аж новобранцев в количестве 81 бегут. И выручает его здесь лучники Фирда. Лучники Фирда. Выстреливают они. Сначала королевские тены разобрали с ломбарскими топорами. И тоже, посмотрите, 8-1 убежали. Вот что значит некий генерал. И добивает спину, стреляет помещиком Гастальда патронов. Здесь лучники уже вступили в отчаянную схватку уже с мечниками Гастальда. И надо отдать должное генерал-то. Посмотрите, Мерсии, какой молодец королевская свита. Разбирает он здесь мечников Гастальда, тоже стоящих в стене щитов. Огнем обстреливает и своего генерала, и противника здесь, лучниками Фирда, патронус. И вот королевские тены, посмотрите, дали себе они знать. Разогнали они ломбарских этих топорников. Бегут гастальцев 61, посмотрите, на Абранцы 80 убежали. Здесь стреляет им в спину мечником Гастальда, просаживает боевой дух, патронус. Очень грамотно действует луками. Остаются у него королевские тены, отряд 71. Ну и естественно, мечником Гастальда под таким прессом тут уже не выдержать. Ну что ж, хороший бой. Обоюдные ошибки у игроков, конечно, присутствовали в бою, но тем не менее, бой интересный, динамичный, подвижный. Никаких тут шибко-затяжных перестрелок мы не наблюдали. Ну и интересуют меня тены, конечно, прежде всего. 118-91, 119-86, и генерал под сотню. Да, мечники сыграли все. Топорники. Ну, топорники вот эти вот, которые попали под чар, что они, конечно, толком и не сыграли. Кавалерия, конники, хорошо себя показали. 3 из 4, в принципе, для такой кавалерии сыграли нормально. Так, здесь что мы видим? Здесь-то как раз показатели-то, посмотрите, гораздо лучше. Нарубил-то больше Зил. Представитель клана Зил, швейцарский рубак, осталось у него 800 в остатке, здесь 500 в остатке. Интересная такая статистика. Ну, не повезло ему с кончиной генерала. А так, конечно, бой провел. Второй свой бой Зил, представитель клана Зил, провел на уровне уже. Good game. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok